всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим очень интересное вкусное блюдо главное самых простых продуктов давайте приготовим для нашего торчика нам потребуется мед 120 грамм мы сейчас взвесим отправим в сотейник сода и соль это будет первым делом у нас отправляться наш сотейник затем пойдет у нас масло 150 грамм потом у нас пойдет яйца и сахар сахар у меня 6 столовых ложек яйца 5 штук потом пойдет мука 300 грамм по ложкам по моим 12 больших ложек мед 2 столовые ложки с горкой 120 грамм это достаточно отправляю чайную ложечку вот так вот без горки соды соль пол чайной ложечки вот так вот и отправляю на плиту этот рецепт очень быстрый без раскатки тесто все разогреваем сейчас все это разогреваться будет пениться как только все разогреется начнет пениться отправим сюда сливочное масло ну конечно же все делаем на среднем огонечке у меня комфорка до 14 пока греется мед отправляю яйца и сахар в один сотейник и чуть-чуть как бы размешиваем вот так вот у нас мед тает и пениться белеет ждем вот это занимает ну минут 10 таким вот образом мы греем все тут на среднем огонечке и не отходя от кассы взбиваем яйца с сахаром прям чуть-чуть вот как только пенка появится все достаточно это занимает буквально минуточка вот это вот достаточно и так у нас начинается тихонечку цвет менять мы должны добиться такого карамельного цвета красивого чтобы наш медовик был красивого медового цвета вот я буквально минуточку не трогала ничего теперь смотрите видите под низом начинает как бы поджариваться отлично помешали помешали опять ждем немножечко у кого-то 8 минут займет у кого-то 10 и так я добиваюсь нужного цвета и отправляю сюда яйца с сахаром масло муку в общем все поэтапно так я включаю заранее духовку 180 градусов сейчас пока мы все подготовим у нас подогреться этим временем духовка и так я добилась вот такого вот карамельного цвета мне достаточно хотите потемнее но подержите еще минуточку у меня ушло на все 8 минут на вот это приготовление карамельного цвета и не еду теперь отправляем масло буквально на одну минуточку чтобы она как бы все растаяло как только растает масло сразу убираем все отключаем фанфорту убираю с огня перехожу на венчик размешиваю яйца с сахаром еще разочек быстро вливаю и размешиваю отлично и отправляем сразу в муку и замешиваем вот таким вот образом ничего остужать не нужно сразу отправляем яйца размешиваем и отправляем следом муку можно это все сделать в стационарном блендере ну я как видите все делаю вручную ничего сложного это сделать вот и все буквально заняло у меня это все в общей сложности минут 12 8-9 минут мы грели мед с содой а остальное уже за три минуты мы вмешали отлично тесто готово нам осталось испечь коржи так берем пергаментный лист у меня уже промазанный если у вас там плохого качества значит мажьте маслом я обрисовываю любой там тарелку либо досточку обрисовывая карандашом переворачиваю и ложечкой беру тесто и размазываю но у меня есть кондитерский мешочек я буду делать все это через кондитерский мешочек наливаю пакет я насадку поставила тут уже как вам удобно но от удобнее будет например вот так берем крем вот таким вот образом и начинаем идет мы отрезали вот таким вот образом выдавливать тоненько раз а там как получится диаметром нашего тортика будет у меня 20 на 30 главное растянуть потоньше руку набили и вперед вот так выпекаются быстро минут пять духовке при 180 градусов все достаточно отправляю обратно в стакан вот так вот можно немножечко поправить лишненько убрать и готовим то чтобы было все вровень вот так беру противень и ставьте на противень вот так раз прокалать вилочкой ничего не нужно все духовка разогрелась отправляем в духовку ставлю на вторую сверху или чуть ниже чем по середине пять минут не больше следим за временем может даже кого-то через четыре минуты спечется очень заглядывать через три минуты заглядывать и так далее мажем все коржи положили вот так вот так все тут дотянем начали толстая вот так правля чтобы ровненько было и так я подготовлю все наши листочки с тестом и буду выпекать у меня прошло четыре минуты этого достаточно поэтому следите 45 минут достаточно отлично следующий подтягиваем и отправляем это конвейером переворачиваем аккуратно снимаю если бумага у вас хорошего качества можно еще раз намазать вот и все даем остыть красота готова отлично следующий отправляем у нас еще два коржа и у нас еще пятый корж так я испекла 5 коржей вот такие вот когда коржи остывают они друг другу не липнут если они прилипают значит они остыли поэтому я на четки остыть жаю и потом уже собираю вместе беру досточку по которой я рисовала делала меточки теперь чуть-чуть отступаю где-то вот так вот примерно миллиметра 3 надо обрезать обрезочки не выбрасываем мы будем украшать тортик если нет ножа пилочки то обрезайте их сразу когда не только испеклись когда они мягкие когда коржа остывают они полу сухие становятся две минутки подсушим и измельчим это все пойдет на украшение также тоже отступаю это 2-3 миллиметра вот так же было ровненько и заравниваем ставим на две минуты чтобы не забыть приготовим крем берем 10 грамм ванильного сахара сахарной пудры две столовые ложки с горкой у меня по весу уже взвешено 75 грамм это две ложки с такой горкой большой и большой сливки грамм 200 250 200 отлично сюда же сразу добавляю сливочный сыр например там филадельфия или другой какой-нибудь творожно сливочный сыр многие спрашивают а что это такое где его брать обычно магазине заходите на полочках ищите творожный сливочный сыр сыр у не знаю меня в общем берите не меньше килограмма просто сметаны и перемешайте с сахарной пудрой или сахаром и крем готов я же сегодня готовлю богатый медовик а теперь все собьем аккуратненько как только начинает загустеть чуть-чуть скорость добавим всего у меня это занимает две минуты внимание если вы готовите крем сметанный то сметану с сахаром или сахарной пудрой просто перемешивайте ложкой оставляйте на пару минут потом еще раз перемешиваете ложкой и крем готов взбивать не нужно сметану с сахаром иначе потечет крем готов я всего сбивала вот это вот минуты полторы это достаточно все идемте собирать наш тортик подсушили мы обрезки можно измельчить скалкой на столе а можно отправить в стакан блендера все готово берем коржи переворачиваю вот таким вот образом ну и смазываем кремом беру один большой полонник тут примерно 5 полонников у нас есть на каждый корж по одному полонечку крема ровненько смазываем и так каждый корж будем мазать кошмар первый смазали так мажем остальные ровненько берем и переворачиваем так сверху также беру крем большой полонник также размазываю готовьте пробуйте рецепт как всегда найдете под видео в описании обязательно тортику дадим пропитаться 3-4 часа я готовлю с вечера оставляю на столе до утра а утром подаю на стол всем спасибо за комментарии за лайки за ваши добрые пожелания готовьте пробуйте и сэнэ я не патрянь и дисэрэш ю нэ нэ дэнэ мэр сэрэгожа и јчэ янь и мамо лэ и мамо и не ма ма мэр и лу ж нэ ш змары гэ в tells Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка.